Почти год прошел с тех пор, как преобразилось бывшее здание воинской части в поселке Новый Городок. Теперь там залог спортивных успехов подрастающего поколения, клуб восточных единоборств. Есть все необходимое оборудование и удобная инфраструктура. Омрачает тренировки лишь одна деталь. В старом здании нет современной системы вентиляции. Теперь у клуба появится возможность решить эту проблему. Учреждение получило сертификат на 2 миллиона рублей. Средства из фонда на исполнение наказов избирателей выделил депутат Московской областной думы Владимир Шапкин. Самое главное, чтобы по осени и в зимний период не было большой повышенной влажности в зале. Я считаю, что это очень влияет на здоровье детей, если дети занимаются повышенной влажностью. Нужно ее снижать. Мы в нашем поселении уделяем большое внимание развитию спорта, чтобы наши будущие дети, прекрасные, вот видите, самбистка, могли где заниматься. Поэтому вот те деньги, которые Владимиру Николаевичу, спасибо, Шапкину и Надежде Владимировне Суровцевой, они присутствовали на открытии этого спортивного комплекса. Но он немножко был недоделан в плане, что вентиляцию тут надо сделать, еще какое благоустройство, поэтому все деньги пойдут на спорт. Желание, чтобы ваш комплекс был не последний в вашем медвежо-озерском поселении, и чтобы он был, наверное, лучший, естественно, не только по результатам, которые у вас очень хорошие, но и по оборудованию. А для этого Владимир Николаевич надо делать все. Физическое воспитание, я считаю, что это основа вашей, что называется, бодрости, еще раз повторюсь, духа, воли, настойчивости, преодоления трудностей. Сейчас в клубе занимается порядка 400 человек, как детей, так и взрослых. Местных жителей устраивает и тренерский состав, и оборудование. Но главное – это удобное расположение. Создание нового клуба стало одним из первых шагов в развитии территории, расформированной воинской части. Восстановление инфраструктуры активно продолжается в рамках программы модернизации бывших военных городков. На эти цели было выделено порядка 298 миллионов рублей. Благоустройство поселка Новый городок стартовало в 2016-м. Появились новые детские площадки, идет замена тепловых коммуникаций. Глава Щелковского района совместно с депутатом Московской областной думы проверили, как продвигаются работы. Самое главное, что здесь подошли комплексно. Мы увидели, что делается и благоустройство, и внутриквартальные дороги, тротуарные покрытия. Кроме этого, очень комплексно и капитально ремонтируется инженерная инфраструктура. То есть здесь будет теплотрасса заменена, будет ремонт капитальный, ремонт котлов, котельные. Первый, что называется, опыт реконструкции военных городков сегодня получен. Его нужно тщательно проанализировать, потому что еще впереди два года по программе губернатора Андреевича Воробьева восстановление инфраструктуры военных городков и учесть недостатки, которые мы сегодня явно видим. К сожалению, часть работ по благоустройству пришлось перенести на весенний и летний сезон следующего года. Так, например, одна из подрядных организаций, компания ООО «Виннер», не завершила работы по укладке асфальта. В поселении планируют организовать новый конкурс на проведение работ. Не завершили, к сожалению, одна из подрядных организаций асфальтовой работы по благоустройству. Вот это мы берем на заметку, как и саму организацию, которая, как правильно выразится, демпинг на 40%. Устроил это несовершенство законодательства, по которому мы дальше, по совершенствованию которого будем дальше работать. Ну а пока в новом городке продолжатся работы, которым зимний сезон не помеха. Замена освещения и инженерных коммуникаций. Также в программу модернизации вошли еще четыре бывших военных городка Щелковского района. Монина, Бахчеванжи, Чкаловский и Щелково-7. Александра Гранич, Сергей Максимов, телерадиокомпания Щелково.